Если вы принесли с собой Библию, откройте 2 главу, 20 стих, послание к Галатам. Мы подробно изучим эту тему, так как я считаю это очень важным. Я убежден, если в вашей жизни что-то не сложилось, если вас постигла неудача, этому есть объяснение. Мы повторим пройденный материал, параллельно узнавая что-то новое. Мы на этом не остановимся. Я отдам вам пищу для размышлений, чтобы вы могли окунуться в Божье Слово и докопаться до истины. Бог хочет, чтобы вы имели все, что сокрыто в Его Слове. Бог хочет, чтобы вы имели все, что сокрыто в Его Слове. Я молюсь, чтобы Он вернул вам тот голод, ту жажду, которую невозможно утолить. Такую жажду, о которой в Библии сказано «Возврати мне радость спасения твоего». Я молюсь, чтобы церковь получила второе дыхание. Часто случается, что мы выдыхаемся, перегораем, и уже не стремимся к Богу, как раньше. Я молюсь, чтобы сегодняшняя проповедь помогла вам встряхнуться. Я убежден, что в тот самый день, когда вам начинает казаться, что вы все знаете, выясняется, что вы ничего не знаете. А иначе ваша духовная жизнь была бы гораздо богаче. Гораздо богаче, чем есть на самом деле. Сегодня мы обозначим проблему и найдем ее решение. Для начала давайте откроем Галатам 2, 20. Прочитаем 20 стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Подчеркните это выражение «то живу верою в Сына Божия». В английском без предлога. Итак, чьей верой мы живем? В верою Сына Божия. «Скажите, у меня есть вера Сына Божия». Откройте первую главу 2-го послания Петра. 2-е Петра, 1-я глава. И когда вы ее откроете, обратите внимание на 1-й стих, 2-е Петра 1-1. Давайте прочтем 1-й стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Здесь сказано, что вы приняли драгоценную веру. Вы получили свою веру благодаря праведности нашего Спасителя Иисуса Христа. Еще раз. Вы получили свою веру от Христа. Вы получили свою веру от Христа. Скажите, у меня есть вера Иисуса Христа. Я принял свою веру от самого Спасителя. Откройте послание к римлянам, 12-3. Римлянам, 12-3. Давайте прочитаем 3-й стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Бог дал вам меру веры. 2-й Петра гласит, что вы получили драгоценную веру от Иисуса Христа. Мы живем верой Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы знали. В тот день, когда вы родились свыше, вы получили драгоценную веру. Божественную веру Иисуса. Божья, сверхъестественная вера пребывает в вас. Я не говорю о той вере, которая приходит от слышания. Это случилось, когда вы были грешниками и услышали проповедь. Вы поверили услышанному слову, оно отозвалось в вашем сердце и вы родились свыше. А вот после того, как вы получили новое рождение, Бог поместил вас в сверхъестественную веру Иисуса, уделив вам меру веры. К чему я все это говорю? Я хочу, чтобы вы понимали, что причину задержанных ответов следует искать не в отсутствии веры, а в присутствии неверия. Если ответ задерживается, это не говорит о том, что у вас мало веры. У вас есть вера. Как вы помните, Иисус говорит, что достаточно иметь веру с горчичное зерно, и вы всего добьетесь. Но почему-то всякий раз, когда этого не происходит, мы тут же начинаем думать, что мне нужно еще больше веры. Вот что я вам скажу. Я имею веру Божью, веру Христову. А кто из вас знает, что его вера была совершенной? Вы это знаете. Его вера была совершенной. И все же, придя в свой родной город, он не смог совершить в нем многих чудес, поневеряя их. Неверие блокирует веру. Вы можете сочетать в себе веру и неверие. Это подобно перетягиванию каната. Когда две команды тянут канат, каждая в свою сторону. Если они будут тянуть с одинаковой силой, они будут топтаться на одном месте. Точно так же и у вас. До тех пор, пока вы будете разрываться между верой и неверием, все будет по-старому. Ничего не изменится. Авраам был великим мужем Божьим вовсе не потому, что у него было больше веры, чем у нас. Он был великим мужем Божьим потому, что у него не было больше веры, чем неверие. Вы можете сочетать в себе веру и неверие. Как-то раз один человек в разговоре с Иисусом сказал, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Получается, что у него была вера, и в то же время у него было неверие. Зачем я все это говорю? Потому что если вы этого не знаете, вы так и будете винить себя за то, что у вас мало веры, вместо того, чтобы бороться с тем, что противодействует вашей вере, а именно с неверием. Неверие препятствует вере. Оно нейтрализует вашу веру. И вам начинает казаться, что вам нужно больше веры, но у вас есть вера Иисуса, и ее вполне достаточно. Но также у вас есть и неверие, которое блокирует вашу веру. Послушайте внимательно. Предположим, вы просите Бога об исцелении, как и я, когда у меня обнаружили полипы. У меня была вера. Достаточно веры, чтобы исцелиться без операции. Но в то же время у меня было неверие, которое мешало мне верить, заставляя думать, «Господи, да что же это такое? Ты исцелял меня от куда более серьезных заболеваний, что происходит?» И я тут же подумал, что мне нужно больше веры. Нет, нет, это мое неверие препятствовало действию веры. Пока вы не научитесь различать неверие, вы так до конца и не поймете, почему то, о чем вы молитесь, не происходит, пока не обуздаете неверие. «Вера соседствует с неверием». Матфея 17, 20. Отец привел к ученикам своего сына, у которого была эпилепсия. Он привел его к ученикам. В 17 главе Матфея он говорит Иисусу, «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. В нем злой дух, который бросает его то в огонь, то в воду. Я привел его к ним, но они не смогли ему помочь». Понимаете? Так вот, Иисус принялся за дело, запретил дьяволу, и мальчик тут же вылечился. Когда ученики спросили, почему мы не могли его вылечить и добиться такого же результата, хотя должны были. В Матфея 10, 1 Иисус дал им власть изгонять бесов и исцелять больных. В 6 главе Марка мы видим, как они применяют эту власть. У них должно было получиться. Так в чем же дело? А дело в том, что в этот момент у мальчика случился приступ. Они увидели, как у него изо рта пошла пена, и все это происходило у них на глазах. В этот момент они засомневались, это неверие. Но они-то этого не знали, они подумали, что им не хватило веры. «Господи, умножь в нас веру», говорили они. А Иисус говорит, «Вам нужно не веру умножать, а не вере убрать». Он говорит, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесией, перейди отсюда туда, и она перейдет». Так что вместо того, чтобы качать свою веру, разберитесь прежде с неверием, потому что, когда его спросили, «Господи, а почему мы не смогли?» Вот что он им ответил, «По неверию вашему». Итак, многие христиане никогда не признаются в неверии. Когда Господь указал мне на неверие, я сказал, «Господи, у меня была вера», на что он ответил, «Но у тебя было и неверие». И именно присутствие неверия блокировало твою веру. Нам предстоит разобраться в том, как именно к нам подступает неверие, и какие лазейки оно использует. Вы должны научиться отличать неверие, когда оно поднимает голову, стоя на пути осуществления вашей мечты. Кто из вас знает, что, согласно библейскому определению, нам дано все необходимое для жизни и благочестия? Мы об этом знаем, так? А еще мы знаем о завершенной работе Иисуса Христа. Все, в чем вы нуждаетесь, о чем бы вы ни попросили, все, о чем вы молитесь, уже совершено. Ваше исцеление уже совершено. Освобождение уже совершено. Преуспевание уже совершено. Все потребное для жизни и благочестия, все уже совершено. Точно так же, как нам известно, что спасение стало доступным для каждого человека без исключения. Но почему же тогда еще не все этим воспользовались? Чтобы этим воспользоваться, им нужно верой принять все то, что благодать сделала доступным. А они этого не сделали. Подумайте о том, сколько раз вы с верой просили о чем-то Бога, и этого не произошло. И в этот момент вы находили множество объяснений тому, почему это не произошло, вместо того, чтобы разобраться с тем, о чем Иисус говорит. Только верой. Помните в пятой главе Евангелия от Марка? Дочь Эаира была при смерти, и Иисус пошел к нему домой, намереваясь возложить на нее руки, чтобы она выздоровела. В этот момент один из слуг Эаира прибежал и сказал, «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла». И Иисус это слышит и тут же отвечает, «Не бойся, только верой». Он дал понять, что вы можете сочетать в себе веру и неверие, но я хочу, чтобы вы поверили только верой. Теперь вы понимаете, почему Он это сказал. Вы можете сочетать в себе веру и неверие, но я хочу, чтобы вы поверили только верой. Будучи верующими людьми, которые стремятся увидеть воплощение Божьей благодати в своей жизни, вы должны понимать, что это станет доступным только верой. Неверие закроет вам доступ к тому, что благодать сделала вам доступным. Если вы это поняли, то скажите «Аминь». Скажите «Только верой». В моем понимании это означает «Не допускай неверия», но вы должны научиться распознавать его признак и уметь определить, когда к вам закралось неверие. В первой главе послания Иакова говорится, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Человек, сочетающий в себе веру и неверие, это человек с двоящимися мыслями, или двуличный человек. Одновременное сочетание веры и неверия — это верный признак двоемыслия или двуличия. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Для того, чтобы вам получить доступ к тому, что благодать сделала вам доступным, не допускайте подобного раздвоения. Проявите единомыслие. Единомыслие. То, что я сейчас скажу, звучит довольно заманчиво, и в то же время это своего рода руководство, как надо жить. Проявите единомыслие. Послушайте, я очень рад, что вы в эйфории от завершенной работы Иисуса, от того, что уже исцелены, освобождены. Я очень рад. Но знаете, что меня печалит? Что можно всю жизнь прожить, зная, что это уже доступно, но не имея возможности этим воспользоваться. Это катастрофа. Это подобно человеку, умирающему от жажды у колодца с водой. Потому что ему нечем зачерпнуть воду. Вот что это такое. Это ли не трагедия? Умереть от жажды у колодца с водой. Я не могу этого допустить. Я не хочу, чтобы это постигло людей, которых я люблю. Я не хочу, чтобы это постигло нашу церковь. Мне кажется, то, что я собираюсь сказать, должен услышать каждый. И это не что-то новое. Но это многое объясняет точно так же, как и то, почему ничего не получалось. Кто из вас думал, что вам нужно больше веры, когда у вас ничего не получалось? О, Боже, мне нужно больше веры, нужно больше читать, больше молиться. Я тоже так думал. И даже Библия в расширенном переводе, в ряде других переводов, указывает на то, что им нужно больше веры. Я думал, что проблема в том, что мне нужно больше веры. Я не могу этого сделать, у меня недостаточно веры. Меня так учили. Вера Абраама не отличалась от нашей с вами веры ни качественно, ни количественно. просто в отличие от нас, он не заполнял себя неверием изо дня в день. Итак, как понять, что у меня раздвоение мыслей? Как отличить двоемыслие? Как понять, что во мне одновременно существует вера и неверие? Готовы? Вот с этого мы и начнем. Я знаю, что это неверие, когда я, во-первых, чем-то обеспокоен, во-вторых, озабочен, и, в-третьих, напуган. Страх, беспокойство и озабоченность. Когда я чем-то озабочен, Бог говорит, ты исцелен, а я начинаю переживать и беспокоиться об этом, испытывая сильный стресс. Это двоемыслие. С одной стороны, я знаю, что я исцелен, а с другой, меня это беспокоит. А когда я чем-то обеспокоен, я только об этом и думаю. Озабоченность. Озабоченность — это поток негативных мыслей, идущих не в том направлении. Я исцелен, но если я буду думать о плохом, я причиню себе вред. Беспокойство. Озабоченность. Страх. Страх. Что-то может не получиться. Я боюсь, что Божье обещание не исполнится. Итак, это три индикатора, которые помогут вам распознать неверие. Если вы находитесь в состоянии стресса и вас это беспокоит, это верный признак неверия. Если вы озабочены, это проявление неверия. Если вы боитесь, что что-то произойдет не так, как написано в Библии, это проявление неверия. Итак, неверие проявляется в трех видах. Неверие приходит тремя путями. Страх, беспокойство и озабоченность помогут вам его распознать. А проявляется оно в трех видах. Во-первых, невежество или незнание. Есть такая категория людей, которые не верят, потому что не знают. Я в это не верю. Я ничего об этом не знаю. Понимаете? А что является антидотом от невежества? Говорите истину. Проповедуйте истину. Принимая истину, люди освобождаются от невежества и как следствие от неверия. Итак, неверие возникает от невежества. А в качестве лекарства от невежества рекомендуется принимать истину, чтобы тем самым полностью очистить себя от неверия из-за незнания. Вторая форма, в которой проявляется неверие. Я не слишком спешу? Все понятно. Надеюсь, я не слишком увлекся. Такое чувство, что я сел на своего любимого конька и забыл про все на свете. Итак, вторая форма, в которой проявляется неверие, это недоверие. Недоверие несколько отличается от неверия, потому что возникает вследствие ошибочного, ложного учения. Я услышал ложное учение. Я принял это учение, ставшее частью моего традиционного, привычного мышления. Но теперь, когда меня пытаются научить правильно, мне трудно в это поверить из-за того ложного учения, которое я слышал прежде. Помните, когда я только начинал говорить о благодати, я говорил такое, что многим казалось радикальным, потому что они были научены неправильно. Слава Богу, что мы на этом не остановились, но нам пришлось бросить вызов традициям. Я никогда этого не слышал, я научен по-другому. Если вы стали жертвой ложного учения и теперь с недоверием относитесь ко всему, что вам говорят, тут надо вот что. Если вы хотите освободиться от неверия, вам придется принять решение, что вы будете доверять Божьему Слову больше, чем своим традиционным представлениям о чем-то. Другими словами, если я открываю Библию, и здесь черным по-белому написано, как надо, как правильно, я принимаю решение, ну хорошо, это мое убеждение, меня так учили, но здесь так написано, а значит, мне придется изменить свою позицию на этот счет. В этот момент недоверие уходит, а за ним и неверие. Третье, третья форма, в которой проявляется неверие, это неверие обыкновенное или естественное. Естественное неверие. Что это такое? Естественное неверие проникает в мою жизнь через органы чувств, через мое восприятие. Когда отец ребенка привел его к ученикам, чтобы они помолились за его исцеление и освобождение, но когда они увидели его с пеной у рта, когда они увидели, что у него припадок, когда они все это увидели, пусть даже они делали все то же самое, что и раньше, то, что они увидели, произвело в них неверие. Их глаза говорили им, что у них ничего не получилось. По их ощущениям, у них ничего не получилось. Наша задача состоит в том, чтобы научить свои чувства отличать добро от зла, чтобы приучить свои чувства, и мы еще к этому вернемся, чтобы посредством поста и молитвы научить свое тело жить в согласии с Божьим Словом и со своим возрожденным Духом. Вы можете приручить свое тело через пост и молитву. Вы можете сказать своему телу, ничего с тобой не случится, если ты не поешь. Это основное назначение поста. Пост — это сражение с похотью плоти. Во время поста вы контролируете свое тело, не давая своим чувствам возможности ввергнуть вас в пучину неверия. Мы к этому еще вернемся. Итак, вообще-то я собрался говорить о посте, потому что мы остановились на этом в прошлый раз, и мы повторили пройденный материал. Но я обнаружил еще один существенный фактор, который вызывает неверие в жизни верующего. Я-то думал, что это касается только небольшой горстки верующих. Но когда я читал Библию, я пришел к выводу, что на определенном этапе жизни с этим сталкивается чуть ли не каждый из нас. И вот, что это такое. Это окаменелое сердце. окаменелое сердце. Я думал, что это свойственно только бунтарям и богоненавистникам, что нужно быть в бунте и люто ненавидеть Бога, чтобы иметь окаменелое сердце. Но это не так. Это не так. Как следствие, окаменелое сердце производит неверие. Сейчас я вам кое-что покажу и думаю, что это многое прояснит. Когда приходит ясность, я начинаю смотреть на вещи иначе, через призму нового понимания. И вы такой, а, понятно, так вот, что это значит. Так вот, о чем здесь говорится. Давайте откроем шестую главу Евангелия от Марка. Евангелия от Марка, шестая глава. И мне бы хотелось начать с 35 стиха. Послушайте меня внимательно. 35 стих. Здесь описано чудо насыщения пяти тысяч человек, не считая женщин и детей. Вероятно, общая численность тех, кто в тот день получил пропитание, составило более пятнадцати тысяч человек. Давайте посмотрим, с чего все началось. 35 стих. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыбы двенадцать полных коробов. «Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей». Итак, смотрите. Он только что совершил чудо при помощи пяти буханах хлеба и двух рыбок, досыто накормив многотысячную людскую толпу. Это ли не чудо? Пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Пятнадцать тысяч человек собрались перекусить. «Написано, и ели все и насытились. Они перекусили и наелись». Как такое может быть? Понимаете? Наверное, было бы здорово увидеть это воочию, когда на моих глазах совершается чудо это воистину захватывающее зрелище. Это удивительно. Это потрясающе. Итак, дальше. Сорок пятый стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону к Евсаиде, пока он отпустит народ». Он настаивал на том, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другую сторону, и там они встретятся. Вы должны понимать, что ученики, будучи профессиональными рыбаками, хорошо разбирались в погоде и знали, когда погода испортится. Вот почему Иисусу пришлось настоять на том, чтобы они сели в лодку. Они знали, что скоро начнется шторм, а он собирался догнать их чуть позже. Сорок шестой стих. «И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, дух, привидения». Стих 35. Послушайте меня внимательно. 35 стих, где описано чудесное насыщение пяти тысяч человек, не считая женщин и детей. Получается, что в тот день он накормил более пятнадцати тысяч человек. Итак, давайте узнаем, с чего все начиналось. 35 стих. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов?» «Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. «Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей». Итак, смотрите. «Он только что совершил чудо при помощи пяти буханок хлеба и двух рыбок, досыта накормив многотысячную людскую толпу». Это ли не чудо? Пять тысяч человек, не считая женщин и детей, пятнадцать тысяч человек собрались перекусить. Написано, «И ели все и насытились». Они не просто перекусили, они наелись. Как такое может быть? Понимаете? Наверное, было бы здорово увидеть это воочию, правда? Когда на ваших глазах совершается чудо, это воистину захватывающее зрелище. Это удивительно. Это потрясающе. И так дальше. Сорок пятый стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Получается, он настаивал, чтобы ученики погрузились в лодку и переправились на другую сторону, и там они встретятся. Нужно понимать, что ученики, будучи профессиональными рыбаками, хорошо разбирались в погоде и знали, когда погода испортится. Вот почему Иисусу пришлось настоять на том, чтобы они сели в лодку. Они знали, что скоро начнется шторм. А он собирался догнать их чуть позже. Сорок шестой стих. «И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле и увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, дух привидения, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Что он такое говорит? Послушайте внимательно. Они стали свидетелями чуда. На их глазах Иисус совершил невозможное. Они сели в лодку. Начался шторм. Они зовут на помощь, кричат во весь голос. Они думают, «Мы все умрем». «Они думали, что Иисус тоже разволнуется, запыхавшись, побежит к ним. Нет, Он сказал, «Успокойтесь, все будет хорошо». Написано, что Иисус, в то время, как они все больше паниковали, подошел к ним по воде и собирался пройти мимо. только вдумайтесь, поставьте себя на их место. У вас проблемы в браке, вам не хватает денег, семья рушится. А Иисус приходит и говорит, «Ну, это проще простого. Я об этом позабочусь. Все будет хорошо». Он совершенно спокоен. Точно так же, как тогда, когда Он ходил по воде. Ветрено, ветрено. Посмотрите на их реакцию. Он проходит мимо, как ни в чем не бывало, походя, успокаивая шторм. Они смотрят на Него. Подчеркните следующее выражение. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Дело в том, что это не должно было их удивлять. Об этом не может быть и речи. Они видели чудо умножения хлебов. Вы хотите сказать, что тому, кто накормил 15 тысяч человек, не под силом остановить шторм? Они были удивлены? Послушайте, как Иисус описывает их состояние и то, что с ними происходило. 52 стих. «Ибо не вразумелись». Подчеркните это. «Ибо не вразумелись». Они не смогли понять, не придали этому значения, не смогли вместить, не уразумели, они не помышляли об этом, не сконцентрировались на том, что уже произошло. Иисус говорит такие слова, «Ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Их сердце окаменело. Послушайте внимательно. Помните стих, в котором Бог сказал Аврааму, что у него будет сын? В послании к римлянам написано, сейчас мы его откроем, что он не помышлял о том, что его тело уже омертвело, и что утроба сарена в омертвении. Кто из вас это помнит? Написано, что он помышлял об обетовании. Помышлять значит обдумывать, размышлять. Он этого не делал. Он не допускал этой мысли. Его голова была занята мыслями об обетовании, а не о проблеме. Они видели все то, что сделало Иисус. Но их голова была занята другим. И еще. Как вы думаете, почему они удивились? Это интересно, потому что их сердце огрубело. Они удивились, потому что их сердце огрубело. Знаете что, если бы Иисус совершил чудо среди нас, и это вызвало у вас удивление, судя по вашей реакции, вам нужно обследоваться. Не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Я уверен, что если бы в нашей церкви произошло чудо воскрешения или нечто подобное, вы бы удивились. Не удивляйтесь. Послушайте внимательно. они не вразумились. Их сердце огрубело. Признаться, я думал, что человек с окаменевшим сердцем это бунтарь. Так и есть, но это характеризует не только бунтаря или богоненавистника. Если вас удивляет, когда Иисус идет по воде, или любые другие сверхъестественные проявления, очевидно, что ваше сердце огрубело. Если вас это удивляет. Итак, каменное или ожесточенное сердце подразумевает не только бунт или непослушание. Проще говоря, когда естественная жизнь становится для меня более привычной, нежели сверхъестественная это верный признак окаменевшего сердца. Когда между естественным и сверхъестественным образом жизни я выбираю естественный, это значит, что мое сердце отвердело. Когда то, что происходит в окружающем мире, кажется мне более реальным, привычным, чем происходящее в духовном мире, это значит, что мое сердце отвердело. Это значит, мы больше руководствуемся не Божьим Словом, а тем, что видим вокруг. Мы поколения верующих с отвердевшими сердцами. «Вместо того, чтобы следовать Божьему Слову, мы идем за тем, что видим своими глазами. Мы идем за тем, что видим своими глазами. Мы руководствуемся тем, что видим по телевизору и слышим в выпусках новостей, принимая это за чистую монету, забывая следовать тому, что написано в Божьем Слове. Отвердевшее сердце производит неверие. Что вы вынесете из моей проповеди зависит от состояния вашего сердца. Одни из вас сидят и говорят, «О, слава Богу, мне это нравится, аллилуйя, я верю, что принимаю, а если те, кто скажет, «Я ничего не понимаю, мне это не нужно, причина не во мне, а в вашем сердце». Причина в вас. Кого конкретно я имею в виду? Это касается всех. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это касается всех. И сегодня мне бы хотелось при содействии Духа Святого разложить это по полочкам, чтобы вы понимали, что нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния. Послушайте, можно быть хорошим, высоконравственным человеком с отвердевшим сердцем. Быть может, вы не курите, не выпиваете, не ругаетесь, матом, оставаясь человеком, чье сердце отвердило по отношению к Богу. Итак, давайте мы на этом остановимся. Я хочу, чтобы вы это усвоили, после чего мы отправимся дальше. Сегодня я закладываю первый камень в здание, и пока вы этого не поймете, мы никуда не двинемся. Наши сердца могут отвердеть. Человек с окаменевшим сердцем — это... Давайте обратимся к слову. в 8-й главе Евангелия от Марка содержится точное определение человека с каменным сердцем. Марка 8-я глава. Что Марк думает по этому поводу? Марка 8-17. Здесь дано точное определение. Прежде чем говорить о каких-то практических вещах, я должен дать вам библейское определение, потому что если ваше сердце отвердело, не видать вам никаких духовных проявлений. О каких проявлениях может идти речь? У человека с каменным сердцем ничего не происходит. Дорогие друзья, я обращаюсь ко всем верующим, к пасторам, к служителям, и хочу сказать, что каменное сердце, холодное сердце производит неверие, и вы многое потеряете. Смотрите, Марка 8-17, 17-го стиха. Готовы? Иисус уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи не видите? Имея уши не слышите? И не помните, когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали выпусков? Говорят ему двенадцать. Согласно этому отрывку, человеку с каменным сердцем недостает мудрости, рассудительности и осмысления или понимания. Это сердце, лишенное мудрости, рассудительности и осмысления. Недостаток осмысления ведет к потере чувствительности. Недостаток осмысления ведет к потере чувствительности. Давайте откроем шестую главу Евангелия от Марка. Марка 6, 52. Здесь сказано, «Ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Очень точное определение. Недостаток осмысления ведет к потере чувствительности. Это происходит из-за недостатка осмысления. из-за неспособности думать, размышлять об этом, мыслить, обдумывать. По сути, все эти слова являются синонимами слова «размышление». Только вдумайтесь. Мое сердце теряет чувствительность к тому, о чем я не думаю. Это способно принести как пользу, так и вред. Приведу пример. Я хочу, чтобы мое сердце охладело к греху. Но для того, чтобы мое сердце охладело к греху, я должен перестать думать о грехе. Если я хочу бросить курить, я не буду думать о курении. Любой грех начинается с мыслей о грехе. Не веря, зарождается в мыслях. Любой грех начинается с мыслей о грехе. Если я хочу, чтобы мое сердце охладело к греху, я не буду думать о грехе. Если я хочу, чтобы мое сердце охладело к греху, я не буду думать о грехе, размышлять о нем, прокручивать его в своих мыслях. Что я хочу этим сказать? Очевидно, что если я что-то делаю, и это нашло свое воплощение в моей жизни, значит, я думал об этом, я размышлял об этом, я допускал эти мысли. Мое сердце будет восприимчивым, чувствительным к тому, чем заняты мои мысли. Если я хочу, чтобы мое сердце охладело к чему-либо, я не буду об этом думать. Точно так же, если я хочу, чтобы мое сердце охладело к духовным проявлениям, к тому, что дает мне благодать, мне достаточно не думать об этом, выкинуть это из головы, перестать обращать на них внимание, и я буду воспринимать исцеление, преуспевание и те благословения, которые дал мне Бог, с безразличным равнодушием. С безразличным равнодушием. Почему? Потому что я перестал о них думать, размышлять над ними. Они не занимают мои мысли, не являются предметом тщательного изучения. Мое сердце охладевает к тому, что больше не занимает мои мысли. подумать только. Вот что я вам скажу. Единственный способ, как неверие может войти в ваше сердце, это когда ваше сердце становится невосприимчивым к Божьему Слову, когда оно уже не занимает мои мысли. Ученики не могли поверить в то, что Иисус может совершить чудо и остановить шторм. Почему? Потому что они не оценили чудо с хлебом. Они как-то об этом не подумали, не смогли это осмыслить, уразуметь и взять в толк. Они этого не учли, не приняли во внимание, не размышляли о случившемся. Если бы они подумали о том, что произошло тогда, они бы уже ничему не удивлялись, потому что они размышляли об этом, прокручивали эти мысли у себя в голове, обдумывали случившиеся. Должен сказать, что мы с вами этого не делаем. И если раньше мы это делали, то теперь с появлением социальных сетей, когда очень многое занимает наши мысли, Библию мы читаем по остаточному принципу, да и то, если не уснем. Хотите знать, почему в вашей жизни не происходят чудеса, подобные тем, что происходили в деяниях? Или как те, что пережил Абраам? Если хотите знать, почему это не происходит с вами, посмотрите на вашу реакцию на мои слова. Посмотрите на себя. Да что вы говорите? Ваше сердце охладело. Температура в церкви измеряется температурой сердца, в то время как одни из вас не сдерживают радости, другие откровенно скучают. Ваше сердце охладело. Вы об этом не задумывались? Послушайте, я не хочу никого осуждать. Это не моя задача. Я хочу объяснить, а не осудить. В то же время меня очень беспокоит тот факт, что мы часто говорим о любви к Богу, вовсе не думая о нем. Мы не думаем о том, что он сказал, не помышляем о его обетованиях. Мы вспоминаем о его обетованиях, когда у нас проблемы. Но даже когда у нас проблемы, мы больше думаем о своих проблемах, нежели об обетовании. Обетование не исполняется, потому что проблема отнимает у нас больше времени. Мы поглощены своими проблемами. Мы столько времени тратим на раздумья о том, что у нас нет денег и так мало, чтобы задуматься о том, что Бог обещал восполнить все мои нужды. Я предпочитаю полагаться на Божью благодать, а не на свои силы. Это моя точка опоры. Всякий раз, когда меня посещают негативные мысли, я тут же гоню их от себя. Отказывайся об этом думать, потому что если я буду об этом думать, мое сердце охладеет к тем обетованиям, исполнения которых я так жду. Кто из вас получил что-то для себя? Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы будете восприимчивы к тому, на чем сосредоточено ваше внимание, и безразличны к тому, чем пренебрегаете. Вы будете восприимчивы к тому, на чем сосредоточено ваше внимание. Если ваше внимание сосредоточено на обетованиях исцеления, обеспечения, то к ним и будет тянуться ваше сердце. Но если вы этим пренебрегаете, они вызовут у вас отторжение. Большинство из нас пренебрегают духовной жизнью, уделяя внимание своей земной жизни. Евангелие от Матфея 6, 21 гласит, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». По правде говоря, наши ценности находятся в мире, там же, где и сердце. Наши ценности находятся за пределами библейских обетований. Мы ценим их больше всего. Но, бра-доллар, все так делают. Вы говорите о том, что давно стало нормой, а нам что прикажете делать? Это норма жизни. Все так делают. А вы знаете, что все, кто так делает, живут в духовном вакууме. Как следствие, все так делают, а церковь не делает того, что она могла бы сделать. И что делала раньше? В 70-х годах завершилась эпоха людей, живущих отделенной, обособленной жизнью, людей, которые получали обещанное. А теперь, сколько бы я не упражнял свою веру, людям с охладевшими сердцами это не поможет. Тем, кто слушает меня и говорит, да что с тобой такое, может нам теперь в монастырь податься? А почему бы и нет? Я не хочу, чтобы пришествие Христа стало для меня полной неожиданностью. Это значит, что я должен исследовать свое сердце, чтобы понять, не очерствело ли оно. Я должен посмотреть на себя и сказать, а ну-ка посмотрим, ты пренебрег этим, твое сердце охладело, подумай об этом, чтобы вернуть ему чувствительность. Послушайте, христианская жизнь не заканчивается с окончанием воскресного служения. Одноразовое христианство не требует усилий. Не только в воскресенье. У вас должно быть стремление быть там, Божье Слово. Не говорите мне, что это невозможно. Я так воспитан. Я ходил в церковь каждый вечер. Я искал места, где проповедуют Божье Слово. Еще до появления христианских телепередач, я старался узнать, кто сегодня проповедует. Я пойду, я хочу там быть. Не удивительно, что в моей жизни происходили чудеса. У меня было ищущее сердце. Я постоянно размышлял о записанном слове, а сейчас люди смотрят на тебя, как на умалишенного, когда просишь их прийти в церковь дважды в неделю. Ты в своем уме? По мне, так одного дня вполне достаточно. А что, если Бог скажет нечто подобное? Хватит с тебя, увидимся через неделю. Послушайте, это должно стать реальностью нашей жизни. Это вам не игрушки. Наши огрубевшие сердца должны быть восприимчивыми ко всему Божьему. А мы живем... У меня нет слов, чтобы описать все то, что я вижу и слышу. Наверное, все дело во мне, но мне бы не хотелось оказаться рядом с некоторыми людьми в тех или иных обстоятельствах и слушать их высказывания, потому что, если я это услышу, начну об этом думать, а потом мне придется выбрасывать это из головы, потому что это произведет во мне неверие. А я не хочу окружать себя людьми, которые постоянно накачивают меня неверием. В то время, как я пытаюсь вас вернуть к основам, вы думаете, что я сошел с ума. А мне приходится отмываться всякий раз, когда я рядом с вами. И когда ты говоришь об этом с другими людьми, это воспринимается как отклонение, потому что за последние 30 лет это стало отклонением, когда люди решили, довольны, нам это не нужно. Устаревшая религия нуждается в модернизации. И что в итоге? А в итоге мы уже не видим тех чудес, какие видели раньше. Почему? Мы перестали помышлять о горнем, и это привело к тому, что наши сердца огрубели. Друзья, я очень волнуюсь. Я плакал, когда думал об этом. О том, что по своей великой милости Бог решил указать нам на наши недостатки, чтобы мы могли их исправить, и чтобы ничто не мешало ему в том, что он задумал сделать для нас в этом году. Как благ наш Бог. Как благ наш Бог. Люди с огрубевшими сердцами не хотят это слышать. Они этого не понимают. Он требует слишком многого, а потом они встают и уходят. Это не мое, это слишком. Единственное, что мне остается, это показать вам пример. Но если я это сделаю, кто-то может подумать, что это я украл у вас кошелек. А я всего лишь хочу показать вам как надо, но вы этого не делаете. Не вы, но вы понимаете, о чем я. Потому что вы будете это делать. Ваше сердце станет чувствительным, восприимчивым к Божьему Слову. Если бы вы знали, сколько передач я пропустил по телевизору с тех пор, как я получил это откровение. Но я действительно не могу на это смотреть. Кто-то может сказать, но это уже слишком. Вы знаете, когда я читаю, я забегаю вперед. Нет, не слишком. Но стоит мне включить телевизор и посмотреть новости, как я тут же начинаю думать о том, что они говорят, и уже не думая о том, что говорит Бог. Мое сердце не вмещает обетование, потому что все мои мысли заняты проблемами этого мира. Я так не хочу. Я так не хочу. А посему я хочу вас предупредить, что я буду делать нечто странное. Потому что я хочу увидеть, как Бог действует в моей жизни уже в этом году, а не ждать еще 10, 15, 20 лет. Я хочу это увидеть. Я хочу увидеть воплощение своих слов. Возлагая руки на больных, я хочу, чтобы они исцелялись и надеюсь, что они не помешают этому своим неверием.